75 Историй Победы Гарифулин Габдула Гарифулович. Командир орудия, сержант. Герой Советского Союза. Габдула Гарифулин родился 3 января 1925 в деревне Янгулова, ныне Болтасинского района Татарстана. В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен на Волховский фронт, заряжающий орудие 54-го лёгкого артиллерийского полка. В январе 1943 в ходе операции по прорыву ленинградской блокады заменил выбывшего из строя наводчика орудия. Несмотря на полученное в этой битве ранение, Гарифулин уничтожил 3 дзота, 2 пулемётные точки, противотанковое орудие и около 60 гитлеровцев. В боях, которые продолжились весной, добавил к своему боевому счёту ещё 2 дзота и блиндаж. Действия Габдулы были высоко оценены, бойца наградили Орденом Красной Звезды. За прорыв обороны противника в ходе Мгинской и Ленинградской-Новгородской операций был удостоен Орденов Славы 2-й и 3-й степени. Габдула освобождал Прибалтику, Польшу, дошёл до Германии. Особо отличился в берлинской наступательной операции. Советские войска прорывали оборону противника Судерского плацдарма. Расчёт Гарифулина в этих боях уничтожил 5 пулемётных точек, две автомашины с боеприпасами, наблюдательный пункт и более полусотни солдат и офицеров противника. При наступлении на немецкую столицу Габдула находился в составе штурмовых групп, которые расчищали путь пехоте. 23 апреля 1945 года в боях, развернувшихся уже на улицах Берлина, под шквальным огнём Гарифулин взобрался на одну из городских башен и водрузил на ней советский флаг. Расчёт 20-летнего командира яростно оборонял здание в течение суток, уничтожив при этом группу немецких автоматчиков, 9 станковых пулемётов, одно орудие и 8 гранатомётов. 15 мая 1946 года сержант Габдула Гарифулин за отвагу и героизм был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Вечная слава героям! Победа будет за нами! Субтитры создавал DimaTorzok